Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Мотохакер. Итак, в этом видео предлагаю поговорить с вами о стоковой резине данного мотоцикла. Это у нас Honda C-V650R 2020 года. Резина на ней стоит стоковая. Это Dunlop Sportmax D214, если не ошибаюсь. Ну, точное название вы найдете в описании к этому видео, если я сейчас не оговорился. Ну, так вот, когда я купил этот мотоцикл, мне все говорили, меняй резину стоковая, говно, что это прям, прям вот, прям песец. Я не стал слушать никого, я не стал торопиться, думаю, дай-ка я немножко покатаюсь на этом мотоцикле, посмотрю и потом поделюсь с вами своими ощущениями касательно этой резины. Если рассматривать этот мотоцикл как вот спортивный для трека, да, и вы кататься там будете только на треке, там закладывать до плеча, естественно, эта резина может быть, она будет, да не может быть, она будет негодной. Поэтому, если рассматривать именно с точки зрения как спортивного мотоцикла, то да, но я на этом мотоцикле проехал уже около 20 тысяч километров, там будет, не сегодня, не завтра будет 20 тысяч уже, так что, и что могу сказать, вот по своим ощущениям, а ездил я на этой резине и зимой в около нулевых температурах, я ездил на этой резине в лютый дождь, то есть я ее эксплуатировал в различных условиях, даже по снегу ездил, ну, по снегу ездить она едет, все, пока не жмешь тормоз. Когда жмешь тормоз, естественно, там начинается страшно, ой, так, медленно, если ехать, ну, не важно. Да, я вам обязательно покажу, насколько у меня резина стерлась, какие там цеплячьи полоски, то есть я закладываю на этом мотоцикле, ну, как бы, ну, не под коленку прям, но так, что цеплячьих полосок, в принципе, не видно. Теперь я покажу вам, какой у нас протектор, то есть, смотрите, протектор еще, в принципе, достаточно глубокий, то есть до полного стирания там еще далеко, цеплячьи полоски. Ну, конечно, вот в этом диапазоне я редко закладываю, но все же было, немножко, пару раз было, прям хорошо закладывал. Вот, то есть хватает, и ни разу она меня не подвела, чтобы там была какая-то ситуация, скажем, что вот я сейчас чуть не упал из-за резины. Просто ездишь адекватно, и все, и никаких проблем. Так, давайте вот с этой стороны покажу, чтобы вы не думали, что тут резина квадратная или что. Она, в принципе, даже не заквадратилась, то есть достаточно круглая, несмотря на пробег в 19 тысяч. Мягкая резина при езде по прямой, она бы сразу заквадратилась, здесь бы все уже давно стерлось и пришлось бы менять. А с этой резиной можно еще покататься. Я когда посмотрел обзор джета, да, у джета есть обзор на этот мотоцикл, и он там, естественно, говорит, что да, я бы сейчас заложил под коленочку, но на этой резине я делать боюсь, потому что она там дубовая, все дела. И многие ребята, кто посмотрел вот этот ролик джета, они когда мне писали, что Вилли, меняй резину, они прям повторяли слово в слово за джетом. То есть джет сказал, надо менять резину, резина говно, значит резина говно. Но опять же, ребята, кто знает джет, он все-таки немножко спортсмен, и он использует мотоцикл немножко по-другому. Естественно, для трека эта резина, она не подойдет, но для бытового использования она более чем достаточно. Я могу сказать, что эта резина, на мой взгляд, очень хороша, потому что, проехав на ней почти 20 тысяч километров, на ней еще протектора, я вам скажу, ну тысяч на 5-10, наверное, хватит, чтобы не менять резину. То есть, получается, срок эксплуатации мотоцикла, ну на данной резине, именно данной резины, получается где-то около 25 тысяч, в среднем, грубо говоря. Это, в принципе, нормальный, нормальный такой расход. Есть резины, которые менять надо каждые 10 тысяч километров, но это резина не для дальника, я считаю, потому что, ну, где-то по дороге менять резину, я считаю, это напряженно. Это надо либо тащить резину, либо куда-то отсылать, заранее договариваться, искать какой-то сервис. Сейчас, скажем, я сейчас собираюсь ехать, 25 числа у меня запланирован выезд в Швецию, в Норвегию, покататься вот на этом мотоцикле. Я так посмотрел, какие расходники надо поменять, какие не надо, и пришел к выводу, что резину я менять не буду. Ну, покататься я планирую, может быть, тысяч пять в среднем, может меньше, может больше. Я не знаю, как пойдет, как будет погода, как будет настроение, как будет времени. Если никаких спонтанных дел не возникнет, там, насчет работы или еще что-то, тогда буду кататься в свое удовольствие. Если придется возвращаться, то придется возвращаться. С этим ничего не поделаешь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»